Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день» в студии Гухар Тургаева. С завершением рабочей недели и хороших вам выходных! Сейчас по традиции коротко о погоде на выходные дни по области и в городе. В Мортуке в субботу ночью плюс 3, днем плюс 7, ожидается дождь. В воскресенье ночью плюс 3, днем плюс 5, снег с дождем. В Волге ночью плюс 5, днем плюс 10, ожидается дождь. В воскресенье плюс 4, плюс 8, также дождь. В Храм Тау ночью на столбике с термометра плюс 3 градуса, днем плюс 7, в воскресенье 3, 7 со знаком плюс. В Бадамше в субботу плюс 3, плюс 6, ожидается снег с дождем. В воскресенье температура воздуха ночью 0, днем 4 градуса выше 0, осадки. И в Шалкаре солнечно, в субботу минус 5, 0 градусов, ожидается дождь, в воскресенье ночью минус 4, днем 0, по прогнозам синоптиков снег. Более 500 человек заболели корью в Актюбинской области, подавляющее большинство больных в Актюбе. Проводится вакцинация среди жителей в возрасте до 30 лет и медицинских работников до 55 лет, не привитых и не имеющих данных о вакцинации против кори по тем или иным причинам. Всего привито 78,4%. Студентка-мошенница оформила на Актюбинку кредит почти на 2 миллиона тенге. Злоумышленница заверила женщину, что поможет ей обналичить товарный кредит и попросила продиктовать поступивший на мобильный телефон код. В результате студентка оформила на имя доверчивой Актюбинке кредит на 1 миллион 723 тысячи тенге. О своем крупном долге перед банком потерпевшая узнала только в октябре и обратилась в полицию. Сотрудники криминальной полиции установили и доставили подозреваемого в отдел полиции. Студентка свою вину признала и сообщила, что деньги потратила на личные нужды. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В некоторых СМИ появились новости о повышении стоимости билетов на поезда. АО «Пассажирские перевозки», являясь национальным перевозчиком, отмечает, что по социально значимым межобластным сообщениям тариф на железнодорожный поезд повышался в этом году один раз на 7% с 1 января 2023 года. Изменение тарифа согласовано с Министерством транспорта и с учетом ежегодного повышения предельного уровня цен. Надо отметить, что кроме поездов, курсирующих по социально значимым маршрутам по Казахстану с 2014 года, перевозят пассажиров коммерческие поезда, оказывающие услуги экспресс-перевозки с повышенным уровнем скорости движения. «Стоимость проезда в коммерческих поездах устанавливается в зависимости от срока покупки билетов и спроса на перевозку», сказал пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки» Нариман Дусикеев. Кроме того, не стоит забывать о том, что в Казахстане функционируют частные агентские кассы, которые продают билеты с комиссией. В рамках 80-летия Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и 20-летию камерного оркестра пройдет неделя музыки, в рамках которой будут участвовать мастера искусств, а также пройдут мастер-классы. Все это бесплатно. 30 октября состоится мастер-класс заслуженного деятеля Жайляо Асылханова. 31 октября для вас выступит солецко-симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета «Астана» Каламкас Джумабаева. 1 ноября своим мастер-классом поделится выпускник Московской консерватории имени Чайковского Улан Кульмаметов. Бухгалтерская аудиторская компания «Профсервис» предоставляет обслуживание по всей территории Республики Казахстан и за ее пределами. Стаж работы специалистов более 20 лет. Знания и богатый опыт позволяют быстро и качественно решать поставленные задачи. Для более детальной информации заходите в аккаунт компании «Профсервис». В Нордглаз Ак-Тубе самый большой ассортимент автомобильных стекол в наличии. Выгодные цены, действует скидка. На весь ассортимент – 10%. Принимается оплата «Каспирет». Выбирайте лучшие и лучших. Нордглаз Ак-Тубе, проспект 312-й, стрелковой дивизии, 24А. И номер телефона для справок – 8701-724-0026. Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» приглашает на новое шоу «Под дождем». Стоимость билетов от 5 до 12 тысяч тенге. Приходите в «Онер-Ортал-Г» 16 ноября в 19.00. Шоу «Под дождем и где счастье» – новая программа театра танца «Рустама Надыршина». Танцевальное шоу – размышления, выраженные словами и искусством танца. Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет премьеру нового спектакля. В шоу представлены танцевальные номера в сочетании с монологами актеров. Главный герой вместе со зрителем будут искать счастье, которое все так долго ждут. Слияние танцевального мастерства и ораторского искусства погружает зрителя в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви. Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Билеты приобретайте в кассах торгового дома «Нур-Доулет» и «Онер-Ортал-Г». Справки по телефону 778-832-1474. С 13 октября по 5 ноября в городе Акцюбе большой российский цирк «Шапито». Экстрим-арена с новой программой. Купол цирка расположен на парковке «Долида-центр». Под загадочным куполом цирка вас встретят воздушные гимнасты, эквилибрист на катушках, король экстрима «Мистер Бак», бесстрашные коннотоходцы, смертельно опасное шоу «Гарри Блейда», самые свирепые хищники планеты и многое другое. Создайте дополнительный уют в своем доме, и в этом вам поможет торговый дом «Ерлан», где вы можете приобрести ковры на любой вкус. Самые доступные цены по городу, скидки от 20 до 50%. Прямые поставки из Турции, и покупайте ковры отличного качества по низкой цене. И приходите по адресу улица Мохамбет, Утемисова, 120. Вкусные торты, выпечку и наборы к чаю вы можете приобрести в отделе «Лизат Старс». Также торты на заказ любой сложности. Красиво, аппетитно, а самое главное – вкусно. Магазин «Лизат Старс» находится по адресу микроайон Батыс 2, дом 1D. Отдел «Лизат Старс» расположен в Алия-центре и в здании магазина «Рахат» по улице Али Молдогуловой, 6. С вами была Гухар Тургаева, вы смотрели программу «Каждый день». Я желаю вам отличных выходных и до встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова